Сегодня у нас интервью с управляющим директором компании Railsware Сергеем Королёвым. Сергей, здравствуйте. Да, привет. Ну, можем сразу на ты перейти, конечно же. Да, спасибо, можно. Да, Сергей, все читали вашу статью, твою статью на доу. И также представители Railsware участвовали в конференции Item. Мы знаем, что у компании Railsware есть не совсем обычная для украинского IT рынка бизнес-модель. Это не классический аутсорсинг. Можешь немножко подробнее рассказать, чем ваша бизнес-модель отличается от того, что принято вообще в Украине? Да, мы, конечно, ищем сейчас как-то так на бэкграунде параллельно правильный термин для того, как бы правильно назвать нашу модель. Потому что, в принципе, если так далека посмотреть, то могут сказать, ну так это что-то аутсорсинг. Но концептуально это совершенно другой бизнес, потому что он построен на гораздо более глубокой вовлеченности всей команды в разработку продукта клиента. То есть не когда мы ждем, чтобы нам спинули, что нам нужно сделать, а когда мы становимся фактически как технический партнер клиента и помогаем ему реализовать те идеи, которые у него есть. То есть причем не глупо реализовывать, когда он говорит хочу от А до Б, а когда мы рождаем продукт взаимодействия. И мы очень часто по факту видим, что наши подходы очень сильно влияют на видение продукта, который был в самом начале, с которым приходит к нам клиент. И что получается на самом деле на выходе, в позитивную форму, конечно же. Вот, да, и, ну по сути, если так коротко, то мы создаем продукт под ключ. Вот, то есть у нас и product management, design и development. Но опять же, то есть многие компании могут сказать, что у нас тоже есть project manager, там некоторые называют product manager. Вот, но на самом деле все дело в деталях, да, дьявол кроется в деталях. Я думаю, мы в течение интервью об этом поговорим чуть больше. Вот, ваша компания имеет опыт обеих моделей, бизнес-моделей. Расскажи, какие ты увидел преимущества и недостатки каждой из моделей? Да, ну, собственно, давай так. Сейчас мы, каким мы называем внутри, да, нашу модель, как product studio. Вот, то есть это значит, что мы массово, ну массово мы можем, как конвейер, производить продукты. И причем неважно, там, это продукты для клиента или для самих. То есть у нас есть и свои собственные продукты, которые, там, коммерчески успешны. Вот, то есть просто меняется вход, да. То есть мы на вход получаем либо свой собственный опыт, который потом превращаем в продукт какой-то, либо мы на вход получаем чей-то опыт, там, финансовых каких-то аналитиков, или, там, не знаю, игроков в покер. Вот, то есть мы, собственно, трансформируем их знания потом в какой-то продукт. Да, действительно у нас было, мы, по сути, вся компания, там, за 11 лет, она прошла в различные стадии. Вот, ранее RELSWARE это был, действительно, классический аутсорсинг. Клиент говорит, что делать, мы все бросаем и делаем то, что он сказал. Вот, сейчас модель, да, наша, она больше, там, коротко, если сказать, что we do what client needs, not what client wants. Потому что все мы люди, и клиенты тоже люди, и они тоже ошибаются, им тоже нужно взгляд со стороны. Ну, и, однозначно, прелести модели, вот, Product Studio заключается в том, что ты глобально влияешь на продукты, над которыми ты работаешь, у тебя гораздо большая вовлеченность. Есть такой хороший термин ownership. Это то, чего очень часто не хватает в аутсорсинге. То есть, ну, и там, в аутсорсинге не хватает этого ownership с двух сторон, на самом деле. То есть, клиент часто хочет простых решений, вот, а проще всего ему часто скидывать, вот, как он себе представил, там, через, там, прослойки менеджеров, куда-то доходит какая-то идея. Часто у тех, кто реализует эту идею, вообще нет никакой связи между тем, что они делают, вот, и то, что получается на выходе, и какое это влияние имеет на конечного потребителя, кто будет пользоваться этим продуктом. Вот, когда у тебя больше владения, больше этого ownership, да, то, ну, больше смысла в твоих действиях, вот, соответственно, люди, которые работают в такой модели, они больше понимают связь между тем, что они сделали сейчас, и как это повлияет на пользователей, да, потенциальных или существующих этого продукта. Там, преимущество в аутсорсинге, ну, то есть, есть, ну, все зависит от целей, которые там себе ставишь, ну, или компания себе ставит. Скажем, если ты хочешь вырасти просто в гигантскую компанию, которая, по сути, является просто прослойкой между рабочей силой и работодателями с запада, вот, то, ну, то тогда, да, модель, о которой я говорю, продакт-студия, она очень сложная, вот, нужно много труда приложить, но в конечном итоге, ну, действительно, такой бизнес сложнее строить, да, его тяжелее масштабировать, то есть, это однозначно минус, если у тебя цель масштабировать бизнес до каких-то там тысяч людей. Вот, просто, к сожалению, на рынке нету столько продакт-менеджеров, мы об этом, я думаю, тоже можем поговорить. Нету их в таком количестве, нету, условно, института, ну, я имею в виду не какой-то там КПИ, да, к примеру, а института, как структуры, как организации, которая бы давала знания и подходы для успешного продакт-менеджмента. Вот. Ну, и очевидно, что у нас не так много продуктовых компаний в стране, а очень часто те, которые продуктовые компании, они, большинство этих компаний, они успешны не за счет продакт-менеджера, вот, допустим, который работает, а часто визионером является ко-фаундер, да, соучредитель, вот, вот, и продакт-менеджеры часто в таких продуктах на самом деле выполняют больше роль продакт-менеджеров, вот, то есть обычно визион идет от владельца продукта. Мы, наверное, так далеко ушли куда-то. Ну, а вот я знаю, что по такой бизнес-модели работают практически все западные сервисные компании, и такая разработка, там, стоит дороже. А как это отражается на рейтах украинских разработчиков? Ну, кстати, да, это правда, то есть как раз, когда у нас была трансформация между аутсорсинговой моделью, вот, такую, software consultancy, почему-то называют ее software consultancy, там, в Штатах, там, там, в Британии это software agency больше, или product, digital product agency, то есть на самом деле терминология, в отличие от аутсорсинга, там, этот термин немного размыт на разных рынках. Там, по сути, ну, это, вот, для нас был такой eye-opener, скажем, да, то есть мы, когда приехали, чтобы пообщаться, вот, как организован подобный бизнес, ведь ты не можешь там, находясь, там, в Соединенных Штатах, нанимать людей у себя, вот, платить им рыночные зарплаты, но продавать их дороже, по сути, без какой-то добавочной стоимости, ну, то есть я имею в виду, не про стоимость, а added value, да, без дополнительного value, как правильно по-русски. Ценность. Ценность. Ценность, правильно, точно, вот, выпало из-за вот. То есть, находясь в одном и том же рынке, ты не можешь просто так вот брать и перепродавать, то есть, по сути, за счет чего живут наши аутсорсинговые компании, правильно, за счет перепада цен, то есть ты можешь здесь взять подешевле, а там продать чуть подороже. Вот и вся, вот и вся бизнес-модель. Никакой дополнительной ценности они в себе не несут. А находясь в одном и том же рынке, то есть, если ты находишься в Штатах, и ты хочешь продать какой-то сервис в Штатах, тебе однозначно нужно какую-то ценность добавить сверху. И эта ценность как раз, там, умение правильно нанять хорошего софтура инженера, умение его хорошо натренировать определенным подходом, умение объединить этих инженеров в команду, потому что часто просто там посадив пачку людей в комнату, это еще совершенно не команда. Вот, то есть, и тебе нужно приходить к клиенту и показывать ему, как можно сделать продукт. Вот, вот, собственно, так работают такие компании, там, как Pivotal Labs, как Thoughtbot, Hash Rockets, ну, и там, на самом деле, есть масса других компаний в Штатах. Ну, и Dash, они там страшные рейты выставляют, то есть там рейт может быть и 250 долларов в час за инженера, 250 в час, вот, и это не, там, не на 10 часов берется, это 250 в час, это, не знаю, заказы на полгода работы, год работы, там, 3-4 пары инженеров, ну, то есть, бюджеты соответствующие, получается. Ну, 250 это пока тот максимум, который мы слышали, ну, для таких долгосрочных проектов, то есть, ну, там, 150-200 долларов в час, это вполне нормальный рейт, который выставляется в Штатах. То есть, мы на практике доказали, что, тут можно, ну, вот опять же, статья, это было написано, на практике мы доказали, что, там, 75 в час, это doable, абсолютно, то есть, на долгосрочных, среднесрочных проектах, на краткосрочных, которые были, там, на пару месяцев и очень интеллектуальные работы по спасению проекта, мы выставляли и 120 долларов в час, вот, и, но, к сожалению, вот такие вот 120 долларов в час в проекте достаточно сложно воспроизвести. Но 75 в час достаточно воспроизводимая ситуация. Опять же, это не так, что к нам просто приходят и все очень быстро соглашаются на 75 в час. Если бы компании западной, восточной Европы были как раз нацелены на результат качественного сервиса, вот, и его научили сделать в первую очередь, а потом бы подняли цены, то это было бы всем очень выгодно, на самом деле. Ну, я имею в виду, это было бы выгодно заказчику, потому что бы, в принципе, когда ты повышаешь рейт, но делаешь работу качественнее и эффективнее, то в конечном итоге стоимость продукта может оказаться еще и дешевле, просто за счет того, что ты не делаешь глупых действий, не забиваешь команду людьми, которые просто сидят и активно комментируют все статьи на долг, к примеру. Так, конечно, мы там встречаем изначально, то есть, наверное, один из самых больших таких сложных моментов, это когда приходит к тебе лид, и вот, он говорит, ну, такой же тоже из Украины, то есть, там, ну, почему вот вдруг 75, а там вот нам по 35-40 предлагают, тоже за классных руби инженеров. Ну, и дальше, как бы, есть определенный процесс, как процесс продажи, да, сервиса, и как убедить. И как же вот удается убедить, потому что мы в рамках подготовки конференции Item общались с очень многим количеством компаний, рассказывали идею конференции о переходе вот к такому продуктовой разработке, именно продуктовой, не в смысле делать свои продукты, а делать продукты на заказ. И большинство мне ответили, что это все правильно, это интересно, это неправильное движение в будущее, но это нереально сейчас, потому что сейчас Украине не доверяют больше, чем просто писать код. Как удалось убедить заказчика в том, что мы можем больше? В том, что вы можете больше. Да, ну, то есть у нас, кстати, интересно, я тоже наблюдал там, почему я вообще решил эту статью написать, потому что видео на разных форумах всплывает вопрос, ой, а как же можно поднять рейты? Ну, поднять рейты все хотят просто потому, что зарплаты продолжают расти у инженеров, ну, то есть потому, что, в принципе, одна аутсорсинг-команда, точнее, компания борется за инженеров и предложить, по большому счету, кроме того, что чуть больше зарплата, чуть лучше кофе там на кухне, никто не решается там предложить, а вот давайте-ка мы будем делать что-то, что имеет больше смысл. Вот, ну, из-за этого, конечно, маржа становится все тоньше, 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 и понятно, что все хотят поднять рейт. Вот, но если вы будете поднимать рейт, то тогда это уже начинает, как бы, ну, то есть за такой рейт люди хотят видеть какой-то сервис, правильно? Правильно. Вот, поэтому у нас почему-то вопрос часто становится, а как поднять рейт? Вот, а нужно вначале все-таки начинать поднимать свою квалификацию. Вот, по поводу доверия, все очень просто. Любой человек, любой клиент с удовольствием отдаст как можно больше работы на сторону, если он увидит в вас квалифицированного партнера. Ну, вот, то есть, ну, есть, конечно, может, какие-то эгоисты, которые все хотят делать сами, но большинство моего опыта подсказывает, если ты видишь профессионального человека, который умеет хорошо построить дом, то ты бы такое, чтобы, в принципе, сказал, слушайте, постройте мне дом, пожалуйста, вот у меня там, ну, то есть, и этот бы человек тебя сам интервьюировал, бы узнавал, какого ты там цвета хочешь стены, какой бы хочешь там размера окна и все остальное, то есть, просто отдаться в руки профессионалу. Но чаще всего выходит так, что ты должен стоять там и смотреть еще за строителями, чтобы они там правильно что-то прикрутили. Ну, вот, по сути, нужно проявить свою экспертизу в первую очередь. А проявить ее можно инженерии достаточно сложно первые какие-то там первые недели, месяцы. Ну, то есть, ты, если у тебя очень хороший инженер, то клиенту очень сложно это показать и доказать. Потому что, если, в принципе, посадить хорошую команду и там, средненькую команду, то в первые, там, 3-4 месяца они могут выглядеть плюс-минус одинаково. Вот, но только у хорошей команды технического долга не будет в проекте, или он будет минимальный, а у средней, там, или слабенькой команды этот технический долг будет накапливаться. И через 3-4 месяца сильная команда все так же будет активно новые фичи разрабатывать, вот, и улучшать продукт, а средненькая, слабенькая команда, они уже начнут бороться с багами по правилу в одном месте, упало в другом месте. Вот, но это все длительный процесс, его очень сложно показать, и он очень сложно, как бы, то есть, а вот как легко показать его достаточно, это продемонстрировав какие-то подходы в продакт-менеджменте. Вот, то есть, там, в принципе, в течение нескольких дней, ну, пускай недель даже, можно продемонстрировать нереальный результат. То есть, можно, вот то, чем я сказал, пример там с домом, то есть, когда, ну, я думаю, каждый, да, может себе представить эту ситуацию, если у тебя будет там пять каких-то компаний, которые строят дома, и ты в каждую приходишь, вот, и только в одной команде к тебе скажут, а давай-ка ты просто вот сядешь на шезлонг, вот, а мы тебя будем интервьюировать, и потом покажем тебе уже на ходу, как будет проектироваться твой дом, и как мы будем решать твои вопросы, вот тут вот и будет та самая добавочная ценность, вот, да, добавленная ценность, о которой мы говорили раньше. Вот тогда, вот, когда вы такое сможете сделать, тогда, собственно, клиенты будут рад потратить с вами свои бюджеты и отдавать свои, да, вопрос бы еще не хотят отдавать инициативу, будут отдавать с удовольствием инициативу, это гарантия. Если я правильно поняла, то вы берете на себя больше ответственность за продукт, не только о том, что это будет качественный код без багов, на том, как продуктам будут пользоваться, правильно? Абсолютно точно, вот, то есть мы стараемся быть партнером для клиента, то есть не просто компании, которые сбрасывают, ну не сбрасывают, а вот вам там книжка реквариментов, мы их продумали, давайте вперед, вот, то есть очень часто там специалист в чем-то не может достаточно адекватно, хорошо проработать требования к продукту, который должен быть разработан, вот, то есть или, ну, то есть он будет их себе представлять, как он их себе представляет, вот, и вы можете говорить на разных языках, и вот тут вот происходит такая недопонимание очень часто друг друга. Поэтому, да, нужно вникать как можно глубже в продукт, вот, как можно больше на себя брать ответственности, и как можно больше влиять на продукт. А нужна ли при таком подходе узкая предметная экспертиза, то есть вы можете браться только за проекты в какой-то одной предметной области, в которой вы специалисты, или это может быть широкий спектр продуктов? Скажу так, что наверняка есть, конечно, какие-то продукты, которые требуют уж очень специализированных знаний, вот, но в большинстве своем, я думаю, процентов 90-95 на рынке, о котором мы говорим, продукты в себе не несут такой глубокой, таких глубоких знаний, которые невозможно понять, разобраться в команде. Собственно, я могу сказать по нашему опыту, что у нас портфолио состоит из абсолютно разных продуктов, из абсолютно разных индустрий. Причем, это не так, что если группа инженеров работает, извините, группа инженеров или группа продукт-новеджеров работает там над финансовым сектором, то только они потом и над финансовым сектором работают. Нет, у нас rotation, то есть у нас ротация происходит в проектах, у нас люди из там каких-то продуктов, которые помогают в школьном секторе, переходят спокойно в продукты по аналитике финансовых рынков, и если есть в компании определенные подходы и знания, как правильно погружаться в новую доменную, в новую область, то это все, ну, не обязательно, чтобы у тебя была там супер глубокая экспертиза. То есть это не обязательно, конечно, это там сокращает определенное время погружения там в новый скоуп, но опять же это точно не обязательно выходит. То есть вот какой-то конкретный проект, например, финансовый, вы в штат банкира не берете? Нет, мы не берем, то есть вся суть как раз в том, я скажу, в чем наша ценность, да, и в чем наши умения, скажем, мы умеем правильно вот правильно интервьюировать и правильно, то есть это может звучать как интервью, но на самом деле это все там процесс на 3-4-5 дней вот с активной фазой, с потом последующей такой менее активной фазой, но основная вот, я же говорю, суть в том, что мы можем взять эксперта и правильно отстроить весь поток информации, то есть чтобы этот поток информации, который есть у эксперта, перешел в какое-то представление, назовем их требования, там, user stories, какой-то solution direction, да, такое направление решения, вот, пользовательские истории и какой-то roadmap, вот, чтобы фактически дальше это могло превратиться в продукт, то есть мы умеем вот эти знания получить у эксперта и трансформировать их в продукт, вот, и в этом, я скажу, ну, наверное, основная ценность вот сервиса, который мы предоставляем, потому что, скажем, если команда это делает плохо, то фактически теряется очень много энергии и времени на вот этой вот трансформации и вместо того, чтобы на ранних стадиях сделать несколько итераций требованиями, какими-то идеями, макапами и потом кодом, собственно, уже итерировать, многие компании, из-за того, что пропускают эту фазу предварительную, они начинают итерировать кодом и продуктом, что стоит гораздо дороже уже. А вот основная, такая, скажем, одна из главных проблем украинского аутсорсинга это люди и как на таком конкурентном рынке, высококонкурентном удалось мотивировать девелоперов, PM-ов погружаться в доменную экспертизу и получать новые знания, кроме программирования? Ну, тут какая ситуация? Не нужно нанимать людей, которые не мотивированы развиваться. Я думаю, все достаточно просто. Ну, скажу честно, то есть мы ищем людей, которые, для которых развитие это ценность. Вот. И которые в принципе понимают, что они хотят большего понимания, что они делают и для чего они делают. То есть не слепо писать код, а понимать, какой value будет для конечного пользователя, какая ценность будет для конечного пользователя. Вот. Мы, собственно, ищем просто таких людей и таких людей нанимаем и с такими людьми работаем. Ну, и когда у тебя вся команда с такими ценностями, то сложно в ней оставаться как бы не развиваясь. Вот. если вся команда движется постоянно вперед, а ты даже просто даже не стоишь на месте, то ты очень быстро останешься сзади. Ну, и тут либо ты покидаешь команду, потому что тебе просто самому станет некомфортно в ней работать. Ну, я же говорю, в принципе у нас хороший достаточно процесс отбора, для, ну, мы научились находить людей, которые хорошо подходят вот в нашу культуру. А насколько глубоко люди должны погружаться в доменную экспертизу, и каким новым навыкам пришлось обучить команду, чтобы вот работать по такому варианту, по такой бизнес-модели? я скажу так, что все наши инженеры, они отчасти продакт менеджеры, и это точно заняло определенный промежуток времени, то есть исчисляемый в годах, чтобы команда научилась таким подходом. опять же так получилось, что у нас достаточно большая часть команды уже имела ценность такую, чтобы больше влиять на продукт, и поэтому тут как бы вектора интересов совпадали, и движение было соответствующее, поэтому сейчас, когда новые люди приходят, то они уже попадают в среду, где это просто требование по умолчанию, и у нас есть процесс онбординга, в котором люди сразу не попадают на клиентские продукты, а они работают вначале в нашем секретном отделе Railsware Labs, то есть где мы экспериментируем над новыми идеями, прототипами и продуктами, там мы показываем все подходы, ну или не все, а многие подходы, как мы работаем с идеями, с требованиями, с планированием, ну и собственно с самой имплементацией, и когда мы убеждаемся, что человек уже обрел достаточное количество навыков, тогда мы его можем уже переключать на какие-то клиентские продукты, вот, то есть есть еще вот такой момент, который вообще я уверен, ну, как бы я знаю, это в аутсорсинговых компаниях в редком случае принято, но я не думаю, что прям у всех нету этого, но в каких-то командах, в конкретных компаниях такое наверняка есть, вот, но далеко не во многих. А с какими проблемами вы столкнулись вот в процессе перехода аутсорсинга к продакт студия? Ну, как бы проблемы, я думаю, наверное, самая такая большая проблема на текущий момент, это в принципе понятно, что мы находимся в том же рынке, да, где и все находятся, и продакт-менеджеры просто вот как класс, он в принципе там в западной Европе отпутствует, в смысле в западной, почему я говорю в западной, в восточной Европе, да, но в западной это тоже большая проблема, то есть там конечно же есть, там есть этот слой, ну, то есть есть прослойка продакт-менеджеров очень талантливых, вот, но вот, к сожалению, там в Украине также вот за последнее время, я не знаю, мы провели десятки собеседований людей, которые потенциально подходят на эту роль, то есть там разные бизнес-аналитики, те, которые себя называют project-product-менеджерами, вот, никто из них не владеет вот этим вот искусством трансформировать знания эксперта в видение, как это должно воспроизвестись в продукте, то есть как-то очень тяжело это все происходит у нас, и, ну, нам сейчас критически важно вот еще там пару человек продакт-менеджеров понять, чтобы можно было развивать наши собственные продукты, вот, да, и это проблема, ну, то есть, собственно, которую как-то нужно решать, вот, мы решаем ее тем, что берем максимально похожего к нашим требованиям кандидата, вот, к сожалению, не смогли найти в итоге того, кто прям вот идеально попал в наши требования, и, ну, и будем обучать, вот, будем обучать, А какие советы ты можешь дать компаниям, которые также хотят перейти и попробовать перейти к такой бизнес-модели? Ну, первое, наверное, самое главное, это поменять ценности компании, вот, потому что, опять же, повторюсь, многие хотят повышать рейты, и, в принципе, на этом все цели заканчиваются, ну, или увеличиваться в количестве людей, вот цели такого плана ставятся в основном, которые я вижу, там, стать уже не 100 человек, а 200, не 200, а 400, там, не 400, а 1000, но все так же продолжать делать эти бессмысленные какие-то вещи, ну, то есть, ну, я не говорю, что все делают бессмысленные продукты, нет, то есть, там, наверняка, многие делают интересные продукты, как-то они запускаются, но, если взять в среднем, увидеть, вот, отношения между клиентом, аутсорсинг-компаниями, между аутсорсинг-компаниями, и их сотрудниками, то они, вот, то есть, там, ценность, должна измениться, в сторону того, что, мы хотим начать делать продукты, вот, мы хотим больше value приносить, больше ценность приносить нашим клиентам, мы хотим больше владения продуктом, да, вот, это должно быть ценностью для сотрудников и для лидеров компании, вот, и тогда можно в эту сторону начинать двигаться, ну, вот, однозначно нужно отстраивать культуру продакт-менеджмента, вот, на всех уровнях, то есть, все, фактически, должны понимать на достаточно хорошем уровне, как вообще разрабатывается весь продукт, там, от начала до конца, и я не не говорю сейчас, там, о том, как писать код, например, или как написать дизайн, как раз есть вопрос, вот, склеивание всех этих умений, которые в отдельности у нас есть, но вот этого соуса, клея, который склеивает там всех экспертов и дает возможность эффективно разработать продукт, вот, этого нам, конечно, не хватает сейчас, и над этим нужно вот работать, чтобы перейти к модели от аутсорсинга к вот такой product studio, да, можем это назвать таким термином. Спасибо большое, было очень интересно и очень мотивирующе, я думаю, что для многих повод есть задуматься, есть повод подумать о том, как поменять свою бизнес-модель, или что улучшить в своей компании, какие ценности внести, я думаю, что это было очень полезно. Спасибо большое. Спасибо, мне тоже было интересно ответить, ну, я хотел просто как бы в конце наверное добавить в себя, что общий призыв начинать всех думать в этом направлении очень активно, причем не на бумаге, потому что я лично встречаю много людей, которые там увлечены линстартапом, концепцией, вот, но все это только на бумаге, фактически они не практикуют тех подходов, вот, а я призываю как раз ребята давайте начинаем, вот, потому что ну, сколько можно бессмысленно заниматься аутсорсингом, просто играть на разнице цен, ну, то есть в этом нет никакого уже фана, вот, нужно фокусироваться на том, чтобы Украина стала страной, где можно просто приходить и разрабатывать продукт за продуктом, вот, я думаю, вот такая должна быть амбициозная цель у IT-комьюнити, и вот такие вещи должны обсуждаться на долг, вот, а не то, как, не знаю, какой там кофе на кухне, вот, или еще что-то, спасибо большое, спасибо вам, спасибо, пока, 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 Продолжение следует...